Берлинская стена – один из самых значимых символов 20 века. Была разрушена почти 30 лет назад. Но насколько мы знакомы с историей этого сооружения? Правда ли, что некоторые мифы остались мифами, а некоторые были реальными историями? В нашем ролике мы расскажем вам об этом грандиозном сооружении и развеем несколько мифов о нем. Поехали! Берлинская стена отделяла только восточный Берлин от западного Берлина. Это распространенное заблуждение, что Берлинская стена отделила восточную Германию от западной Германии. Это неверно. Берлинская стена отделяла восточный Берлин от западного Берлина и остальной восточной Германии. Да, это то, о чем вы думаете, западный Берлин находился в восточной Германии. Чтобы понять, почему западный Берлин оказался в восточной Германии, вспомним, как Германия была разделена. К концу Второй мировой войны союзники разделили Германию на четыре зоны влияния, которые, соответственно, контролировались – Советским Союзом, США, Великобританией и Францией. Также на четыре сектора поделили и Берлин, который находился в зоне, контролируемой Советским Союзом. Позднее разногласия с Советским Союзом привели к тому, что США, Великобритания и Франция объединили свои зоны и сектора для формирования Западной Германии и Западного Берлина. Советский Союз контролировал Восточную Германию и Восточный Берлин. На самом деле, внутренняя немецкая граница была более сложной, чем Берлинская Стена. Она составляла более 1300 километров в длину, что в восемь раз превышает длину Берлинской Стены протяженностью 154 километра. Кроме того, только 43 километра Берлинской Стены фактически отделили Восточный Берлин от Западного Берлина. Стена была одной и большой. Это тоже не совсем так. На самом деле, было две стены. Их разделяло чуть больше 145 метров, а между ними была проведена так называемая «полоса смерти» с собаками, сторожевыми башнями, прожекторами, колючей проволокой, противотранспортными препятствиями и вооруженной охраной, готовой стрелять на поражение. Эта граница отделяла демократический и капиталистический Западный Берлин от коммунистической восточной части и прилегающих к ней территорий Восточной Германии. Также было возведено и другое заграждение длиной примерно 1368 километров на протяжении всей границы между Восточной и Западной Германией, около которого насчитывалось более миллиона мин. Оно было нужно не для того, чтобы люди не смогли пробраться на территорию Восточной Германии, а для того, чтобы никто не мог из нее вырваться. Более чем пяти тысячам человек удалось бежать. Они прятались в тайных отсеках машин, которые вели люди с западной части, перелетали через стену на воздушных шарах, пробирались по тоннелю, который жители Западного Берлина прорыли под стеной, переплывали каналы и реки города. Некоторым по счастливой случайности удавалось просто перебежать границу. Однако сотни, а возможно и тысячи немцев были убиты при попытке побега. Другие были пойманы и отправлены в тюрьмы. Немецкие исследователи до сих пор изучают, сколько же на самом деле людей погибло у границы. Та Берлинская стена, о которой постоянно говорят, находилась ближе к Восточному Берлину. Строительство первой стены было начато 13 августа 1961 года, а вторую начали строить через год. Участок между двумя стенами получил название Полосы Смерти. На ней не было никаких зданий. Она была посыпана мелким гравием, чтобы были видны следы беглецов. Полоса освещалась прожекторами. Каждый, кто рискнул бежать, мог получить на этой полосе пулю. Между стенами была мертвая зона без каких-либо сооружений. Частично правда, единственным зданием на разделительной полосе была церковь, но прихожанами она не посещалась. В Западном Берлине заброшенная церковь пропагандировалась как символ угнетения Советским Союзом восточных берлинцев и восточных немцев. Церковь решено было снести. Снос состоялся 22 января 1985 года. В Западной Европе распространяли фотографии снесенной церкви как символ угнетения. Кроме того, хотя берлинская стена была надземной, ее эффект ощущался в метро Берлина. Чтобы попасть из одной станции в другую, поезда метро иногда должны были проезжать под землей территорию Восточного Берлина. Чтобы избежать побегов граждан с обеих сторон, в Восточном Берлине перестали использовать метро. Станции были опечатаны, входы обнесены колючей проволокой и снабжены сигнализацией. В Западном Берлине метро функционировало, но единственная станция Восточного Берлина, где останавливались поезда, была станция Фридрихстрабе. И она была предназначена для западных берлинцев, путешествующих в Восточный Берлин. Остальные станции значились как станции, на которых поезда не останавливаются. Всю Берлинскую стену развалили. Тут довольно интересно, большая часть Берлинской стены была снесена в 1989 году. Остальные части умышленно оставлены как напоминание о разделении Германии. Однако, одна часть стены была забыта до тех пор, пока ее не обнаружили в 2018 году. Существование 80-метрового участка стены в Шонхольце, пригород Берлина, было представлено историком Кристианом Борманом в блоге, опубликованном 22 января 2018 года. Борман показал, что он фактически открыл стену в 1999 году, но решил сохранить ее в секрете. Он раскрыл ее существование из-за опасений, что стена находится в тяжелом состоянии и может рухнуть. Скрытое место стены в кустарниковой зоне между железнодорожными путями и кладбищем является основной причиной, по которой она была забыта. Общение и торговля по обе стороны стены были полностью перекрыты. Тоже миф. 50 тысяч жителей Берлина каждый день ездили на работу в западную часть города, получая более высокие зарплаты и живя в субсидируемом жилье. Западная дойчмарка стоила в 6 раз дороже восточной. Разница курса была так велика еще и из-за социалистической модели экономики Востока, которая субсидировала ключевые товары, а также из-за высокого спроса на западную валюту. Благодаря этому жители западного Берлина на черном рынке могли обменивать деньги и покупать в восточной Германии товары по низким ценам. Стена пала 9 ноября 1989 года. И правда, и нет. В ту ночь и последующей неделе власти ГДР разбирали отдельные части стены, чтобы создать больше пропускных пунктов. Бесчисленное количество людей приходили со своими молотками и резчиками, чтобы забрать домой кусочек стены. Но большая ее часть все равно оставалась нетронутой. Официальный снос стены начался летом 1990 года. Понадобилось почти два года, чтобы убрать все пограничные укрепления вокруг Берлина и четыре года вдоль бывшей границы, разделяющей ГДР и ФРГ. До сих пор в земле около внутренней границы остаются сотни ненайденных мин. В Берлине и сейчас сохранились отдельные части стены, но сегодня куда больше ее участков можно найти в США, нежели в Германии. Немцы радуются падению стены не меньше, чем жители других стран. На самом деле жители Германии отнеслись к падению стены очень по-разному. В конце концов, в свое время они убивали собственных соотечественников, чтобы не дать им покинуть Восточную Германию. И для многих немцев, особенно с Востока, объединение далось более сложно, чем ожидалось, породив высокий уровень безработицы и чувство обиды, которое не покидало их с 90-х годов. Есть и другой фактор, который не дает радоваться падению стены. Эта дата 9 ноября имеет еще одно значение в истории страны. В этот день в 1938 году нацисты разгромили еврейские магазины, синагоги и дома. Это событие называют «ночью разбитых витрин» или «хрустальной ночью». Из-за тяжкого бремени нацистского прошлого многие немцы без особого энтузиазма обращаются к собственной истории. Стена пала благодаря президенту Рейгану. Многие американцы верят, что речь их президента Рональда Рейгана, произнесенная в Берлине в 1987 году, «Господин Горбачев, снесите эту стену», стала причиной падения стены в 1989 году. Однако реформа Михаила Горбачева в Советском блоке и действия самих жителей Восточной Германии были гораздо важнее, чем речь американского президента. Когда 9 ноября 1989 начался снос стены, это было ошибкой. В свете массовых протестов против режима и из-за того, что тысячи жителей ГДР искали убежище в посольствах ФРГ в странах Восточной Европы, лидеры ГДР решили отказаться от старых визовых правил, по которым визы выдавались только тем, у кого были веские причины – похороны или свадьба члена семьи. По новым правилам, людям все равно приходилось подавать документы на визу, чтобы покинуть страну, но они им предоставлялись быстро и без каких-либо особых требований. Член коммунистической партии Гюнтер Шабовский, который заявил об этих изменениях, отсутствовал на большей части важных совещаний об изменениях в выездном режиме и пришел неподготовленным на конференцию 9 ноября. В ответ на вопросы журналистов о том, когда новый закон вступит в силу, он ответил «сейчас же без каких-либо промедлений». Благодаря Шабовске у людей возникло впечатление, что они могут тут же пересечь границу, хотя он всего лишь имел в виду, что они могут начать подавать документы на визы в организованном порядке. В течение следующих нескольких часов тысячи жителей Восточного Берлина собрались около контрольно-пропускных пунктов у стены. Так как лидеры ГДР не имели в виду полного открытия границ, пограничники не получили новых указаний. Харальд Ягер, старший офицер при исполнении у контрольного пункта на Бронхольмерштрассе, пытался связаться с начальством, чтобы получить приказ о дальнейших действиях и указания о том, что делать с растущей толпой обозлобленных жителей Восточного Берлина, которые хотели пройти в западную часть города. В конце концов, в 23.30 по местному времени Ягер сдался. Его примеру последовали пограничники на других пропускных пунктах. После этого Восточно-Германский режим уже никогда больше не смог полностью восстановить контроль над населением. Но это все. Вот такая вот история о падении Берлинской стены. Надеемся, что мы развеяли некоторые мифы, о которых вы слышали ранее. Если у вас есть интересные факты о стене, напишите их в комментариях под видео. И до скорых встреч. Пока! Редактор субтитров А.Семкин